Парни, всем привет! Это канал ServiceMan и сегодня у нас на ремонте китайское головное устройство на Android. Приятного просмотра! Головное устройство на Android прислал подписчик на ремонт. Скорее всего, процентов на 99, так скажем, я уверен, что дело в программном обеспечении. Будем сейчас прошивать. Еще раз повторим, может быть, закрепим алгоритм прошивки, поиска прошивки для китайских магнитол. В первую очередь зафиксируем неисправность. Во-первых, вместе с магнитолой у нас здесь в комплекте прислали вот RCA провода на камеру, USB. Основная фишка на питание, судя по разъему, это на Hyundai KIA. Для подключения буду использовать стандартный евроразъем-переходник на штатный разъем KIA Hyundai. Сейчас подключим основную фишку на питание. Так, фишка переходная. Заявлено клиентом. Не загружается, зависает на заставке, что достаточно типично для подобных устройств. Пока еще неизвестно, какое там железо на какой платформе. Но в целом, думаю, по ходу пьесы разберемся. Так, все, питание подключили. Провода. Блок 13 вольт. Так, потребление 0,85 ампера. Так, логотип KIA, логотип Android. И немножко подождем. Ну, скорее всего, она у нас так и не загрузится. То, что и было заявлено. Ладно, ждать больше не будем. Сейчас отключаю, разбираем. Смотрим, какое у нас там железо на какой платформе, то есть на каком процессоре. И уже от этого будем отталкиваться, соответственно, чем будем прошивать. Ставлю пока на паузу, разберу и покажу. Магнитолу мы частично разобрали. То есть первоначально открутили 4 винта металлического корпуса. Открутили 5 винтов системной платы. То есть если делать аккуратно, если будете делать это самостоятельно, то можно и не отключать шлифа, то есть чтобы посмотреть именно саму платформу. Протер процессор, поскольку он здесь у нас на термопасте. Корпус играет роль радиатора. И сейчас посмотрим. То есть у нас... Вот видно. авточип 8227. Так, и вот здесь еще маркировочка у нас на зеленом стикере. YT-9013A. 1,16. То есть 1 гигабайт оперативной памяти. 16 встроенной. В принципе платформа достаточно распространенная. Прошивки, конечно, у меня на нее есть. Прошиваться будет через флеш-тул с компьютера. По процессору 8227 даже не требуется дополнительное питание подавать на магнитолу. Чисто через провод. То есть который нам прислал клиент в комплекте. Соответственно здесь два варианта. Либо 6 пиновый, либо 4. То есть обычно через 4 прошивается. Будем пробовать через него. Сейчас тогда подготовлю все на компьютере. И уже покажу сам процесс прошивки. Продолжаем. Магнитолу собрал. Поменял термопасту на процессоре, на усилителе. Все. Питание дополнительное нам подавать на нее не нужно. То есть потребуется только тот кабель, который я показывал на 4 пина USB. Через OTG подключаем к компьютеру. На компьютере значит у нас, у меня уже все подготовлено, скачено. Значит флеш-тул и прошивки. Шестой, восьмой андроид. Восьмой у нас будет в системе отображаться как десятый. Флеш-тул. Открываем. Желательно с правами от администратора. Выбираем файл скатер. Так это у нас восьмой андроид. Здесь форматы загрузка. Нажимаем загрузить. И включаем хаб. Сейчас компьютер пиликнул. Все. Пошла загрузка. Форматирование. И загрузка андроид. Сама процедура эта займет порядка, наверное может быть минут пяти. Поэтому пока поставлю на паузу. И по окончанию процесса уже будем включать магнитолу, смотреть, проверять. Компьютер у нас пишет, что все у нас окей. Загрузка закончилась. Практически пять минут заняло. Отключили хаб. Значит даем питание. И смотрим у нас какие изменения. Первая загрузка у нас будет достаточно долгая по сравнению с обычными. То есть прогрузится вся система. И уже дальше будет нужно сделать некоторые настройки. Сейчас покажу какие. Подождем пока загрузится. В принципе ничего сверх естественного сложного здесь нет. Если все-таки что-то не получается, то присылайте ко мне на ремонт. Без проблем сделаю. Если компьютер у вас не определяет магнитолу, то здесь может быть проблема как в драйверах. То есть их отсутствие либо некорректно установленных драйверах. Так и может быть вполне неисправная микросхема памяти и ММС. То есть ошибки. Если допустим в процессе прошивки, то возможно проблема уже будет по железу. Но вот говорю в девяносто процентов случаев дело просто в сбое программы. Поэтому нужно переустановить и дальше радоваться пользоваться. Так ну давай загружайся, чтобы время здесь у нас не затягивать. Помним устанавливали мы восьмой андроид. В системе он у нас будет отображаться десятым андроидом. То есть часто на алиэкспресс продавцы пишут, что десятый андроид. Люди верят, покупают как десятый андроид. Но на самом деле это не так. Видим магнитола у нас загрузилась. Первичные настройки, подтверждения. Со всем соглашаемся. Так в первую очередь нам нужно зайти в настройки и выбрать русский язык. Андроид настройки. Листаем. язык. Нам нужно его первоначально добавить. Будет у нас только английский. Нажимаем. Добавить язык. И листаем вниз. Листаем вниз. Случайно нажал. На тот язык добавил. Листаем. Листаем. Вот у нас русский язык. Все добавлено. Все добавлено. Нужно его переместить наверх. И сейчас применяется все. Русский язык. Также проверяем сенсорные кнопки. Громкость. Плюс-минус работает. Назад работает. Домой. Работает. Включение. Включение. Работает. Так. Дальше что? Звук проверим. Радио. Так. Слышим. Шипение есть. Антенна у меня подключена. Здесь в цокле достаточно плохо ловит. Так вот видим здесь выбран Китай. Нужно выбрать либо Россия либо Европа. Нажмем поиск. Хотя бы несколько станций он должен меня здесь поймать. Так. Слышим. Звук есть. Отлично. Так. Ну в целом потестирую. Посмотрю еще. Подключусь к Wi-Fi. Введу свою тестовую учетную запись. Что-нибудь скачаю с Play Market. Обычно я приложение там наподобие Яндекс.Музыки, Яндекс.Радио устанавливаю. И уже там оставляю на некоторое тестирование, чтобы пела, играла. Угу. Так. Все. Ладно. Wi-Fi. Я подключусь потом. Если ремонт такой вам интересен, связывайте со мной в Telegram. Отправляйте ко мне устройство на ремонт. Если вы профессионально занимаетесь ремонтом какого-либо оборудования, то также пишите мне в Telegram. После небольшой проверки добавлю вас в наши закрытые чаты WhatsApp. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Всем пока. Парни, всем привет, это Кей-диапазон. Всем привет. это коралл, коралл это коралл парни, парни всем привет это канал сервисмен сегодня я расскажу жужу жужу расскажу